В сегодняшней серии Небесное жилище Вы уже представляли себя в Царстве Небесном? Те, кто мечтает провести вечность в Божьем присутствии, наверняка уже не раз в своем воображении путешествовали туда, представляя, как там будет здорово. Конечно же, человеческий разум не способен представить Божье величие. Никакой искусственный интеллект не способен показать нам все совершенство, ожидающее нас там. Но посредством сверхъестественной веры мы способны переместиться туда. А вот если вы не думаете о небесах, значит, с вами что-то не так. С начала времен дьявол работает, чтобы извратить представление о небесах и забрать у людей интерес к этому месту. Показывая небеса скучными, скорее сказочными, где мертвый превращается в ангелов и просто летает в облаках или играет на арфе. Эта стратегия, к сожалению, хорошо работает, потому что большая часть человечества думает только о земном. Человек может представить, как отправляется в Париж, Лондон или другие города, но никак не может представить себя в небесном царстве. Одно точно. Небеса реальны. Гораздо реальнее этого мира. Но это место никак не относится к синему небу, которое мы видим над головой. Оно превыше нашего мира. Превыше всех галактик. Совершенно отличается от всего того, что мы знаем. Господь Иисус открыл нам много деталей об этом месте. И это удивительно и прекрасно. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Сам Божий Сын готовит место для вас. Вы можете себе это представить? Жилище, не похожее на то, в котором мы живем. И не похожее на тело, в котором живет наша душа. Все это временное. Рано или поздно прекратить свое существование. Он готовит вечное жилище, где мы будем жить вечно с Отцом. Только представьте себе. Царство, которое Бог приготовил тем, кто приготовил жилище для Него. Кто жертвовал своей временной жизнью в этом мире ради вечной жизни. Вот Царство Небесное, где все будет новым, где не нужно солнце, потому что слава Божья будет освещать это место. Представьте себе, где вы не будете плакать, не будете вспоминать боли прошлого. У вас будет вечный мир и безопасность. Постарайтесь вспомнить сейчас момент, когда вы были невероятно счастливы. Вот так вы будете чувствовать себя там, но не на мгновение, а вечно. Только представьте. Ходить по золотым улицам. Люди на земле прилагают неимоверные усилия, чтобы накопить побольше золота. А на небесах это будет асфальтом. Но золотые улицы, венец, белые одежды и другие детали – все это не так сильно удивит нас по сравнению с тем, что будет главным в этом месте. Бог будет там. Мы будем жить с нашим Отцом. И Он будет центром притяжения наших взглядов. Стоит бороться за спасение души, потому что вход в это место не произойдет автоматически. Необходима ежедневная жертва. Все становится таким незначительным перед величием вечного, небесного царства. Думайте о небесах каждый день. Потому что мысли о вечности помогут вам понять все боли, несправедливости и слезы, что все это временно. А когда мы дойдем до конца нашего земного путешествия, мы услышим самый приятный голос. И такие желанные слова. Добро пожаловать, сын мой, в Царство Небесное. Добро пожаловать, сын мой, в Царство Небесное.